Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Только что в издательстве Сресенского монастыря вышла моя новая книга, она называется «Небесный огонь и другие рассказы». Книга эта воистину появилась чудом, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. И, как сказал поэт, чем случайнее, тем вернее. Я написала огромный совершенно роман, в который я поместила огромное количество невероятных каких-то историй, которые приключались и со мной, и с моими близкими, и с моими друзьями, и наоборот, с моими оппонентами или даже недругами. А роман получился такой огромный, что нужно было его сокращать. И я эти истории, которые не имели прямого отношения к сюжету, я их отсекла. И вот когда я их отсекла, я вдруг поняла, что мне ужасно жалко с ними расставаться. И тогда я их собрала в отдельный цикл, он был напечатан в журнале «Знамя» полтора года назад. И я увидела, что на самом деле одни истории, в которых повествуются о всяких чудесах, зовут к тебе другие истории. Одни истории порождают другие. И я стала записывать ещё и другие истории. И оказалось, что их невероятное количество. И вот тогда я их собрала в сборник чудесной истории. Они у меня выходили в маленькой книжечке в издательстве храма святой мученицы Татьяны. Однако, уже войдя во вкус и получив как бы вот этот ключ к художественному постижению жизни и мира, мне захотелось ещё пополнить это собрание другими историями, которые тоже не давали мне покоя и очень просились, чтобы я их запечатлела на бумаге. И вот тогда, когда я это сделала, и появилась вот эта книжечка «Небесный огонь» и другие рассказы. Здесь очень много фотографий, потому что даже в том случае, если у меня герои названы не своими именами, а эти имена изменены, всё равно основа всех этих чудесных историй реальная. Вот, и поэтому здесь есть фотографии монастырей, священников, монахов и некоторых моих персонажей. Позвольте мне прочитать кусочек из нового рассказа, который помещен в этой книге, потому что целый рассказ, он не поместится в то время, которое нам отведено. Итак, отрывок из рассказа «Исполнение желаний». И тем не менее, я ко всем исполненным желаниям отношусь с некоторой опаской. Всё-таки просить надо с рассуждением и осторожностью, ибо не знаешь, что за крест выпрашиваешь себе. А ведь, как утверждали святые отцы, выпрошенный крест самый тяжёлый. Например, моя мама всегда мечтала, чтобы ей не приходилось мыть посуду и убирать. А моя подруга, актриса и певица Люля, мечтала эмигрировать, только бы вырваться из этой проклятой страны. А мой приятель, Лёня Золотаревский, мечтал стать баснословно богатым. А красавица Ирэн мечтала научиться водить машину и купить себе что-то вроде Альфа-Ромео. И вот у моей мамы произошёл инсульт, и она последние 10 лет жизни не мыла посуду и не убирала дом, а просто лежала в постели. А Люля уехала в Израиль и там поселилась в кибуце. И актриса, певица, балерина ходила каждый день ради пропитания на очистку леса, собирать там какие-то ветки. И вся её заграничная артистическая карьера свелась к простой самодеятельности. По праздникам она пела в застольях и по-актерски выразительно рассказывала анекдоты. А Лёня Золотаревский сказочно разбогател, но у него украли ребёнка и требовали за него выкуп. И когда он выкупил сына, тот сильно заикался, а сам Лёня вскоре умер от лейкемии. Врачи говорили, это всё от перенесённого стресса. А красавица Ирэн научилась водить машину, но поскольку у неё не было денег, она продала свою трёхкомнатную квартиру в новом доме. На эти деньги купила Альфа Ромео и сняла двухкомнатную квартиру в центре. А потом вдруг хозяева квартиры немыслимо взвинтили цены. Ирэн разнервничалась и разбила машину, и в результате вынуждена была переселиться к бывшему мужу. Он жил с молодой женой и двумя маленькими сыновьями-погодками, и Ирэн полгода прожила у них в кладовке, а потом куда-то исчезла. Честно говоря, и я подчас думаю, слава тебе, Боже, что ты не исполнил некоторых моих безумных желаний. Владыка Антоний Сурожский не без иронии вспоминал, как в детстве, увидев у своего дядюшки вставную челюсть, которую тот на ночь клал в стакан с водой, страстно желал иметь такую же. А я в детстве, увидев в гостях у своей бабушки старую лагерницу, отсидевшую в сталинские времена по политической статье, залихватски курившую беломор и приятным боском, весьма артистично рассказывавшую о своих злоключениях, страстно захотела тоже вот так пострадать, безвинно отсидеть срок, быть взвешенной на божьих весах и оказаться в этой жизни весомой. Ну вот, а всё остальное в моей новой книге «Небесный огонь» и другие рассказы. Да, кстати, а вот этот огромный роман, с которого всё-то и началось, так у меня до сих пор и не дописан. Всего вам доброго! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok